Высокие технологии на страже порядка. В этом году в Москве установят около 7 тысяч камер наружного наблюдения. На особом контроле жилые дома и оживленные улицы, больницы, школы и другие социальные объекты. Видеонаблюдение помогает полиции бороться с преступностью. Кстати, часть столичных камер уже подключены к системе распознавания лиц. С методикой контроля познакомился Георгий Подгорный. Как обеспечить безопасность огромного мегаполиса, в котором живут только по официальным данным 12 миллионов человек? Как уследить за всеми событиями и найти правонарушителей? Задача не из простых. Уже сегодня в столице создана достаточно плотная сеть видеофиксации. На вооружении 167 тысяч камер. До конца года установят еще 7 тысяч. Среди многих задач быстро находить преступника. Если мы говорим о камерах для трафика машин, то здесь мы видим просто передвижение, фотофиксацию автомобильных средств. Если мы говорим о индор-покрытии, то здесь как раз есть возможность выделять в толпе людей, определять фамилию, принадлежность и возможность наличия задолженности у конкретных лиц. Такие технологии взяли на вооружение не только спецслужбы и МВД, но и судебные приставы. Так что, пословица о должниках, берет так кланяется, а взял так отворачивается, в скором времени в Москве будет неактуально. В свой арсенал добавляют камеры уличного наблюдения. Пока в тестовом режиме. При помощи доступа к единому центру хранения данных появилась возможность устанавливать места передвижения должников с помощью городских камер видеонаблюдения. В настоящее время около полутора тысяч фотографий должников загружены в указанную систему с целью обнаружения их на территории города. В прошлом году в Москве разыскали более полутора тысяч должников, взыскали 90 миллиардов рублей. 36 из них перечислили в консолидированный бюджет. С технологиями можно будет улучшить показатели, уверены специалисты. Раньше десятки тысяч камер видеофиксации в подъездах домов и не только записывали все подряд. Многочасовые записи, гигабайт и терабайт информации. Ее надо где-то держать. Но даже мощные серверы и базы данных позволяли сохранить данные всего на пять дней. Теперь подход другой. Система видеоаналитики позволяет из огромного потока вычленять только нужную информацию. Эффект экономии виртуального пространства. И увеличение срока хранения до 100 дней. Впрочем, есть и другие возможности распознавания лиц. Но как эта технология работает? Система строит трехмерную карту вашего лица, когда берет основные элементы, глаза, брови, нос, и обсчитывает, как они выглядят, как они взаимно расположены между собой. Когда камера видит вас на улице, она делает такой же процесс распознавания. У нее получается такая же последовательность. И дальше эту последовательность, она сопоставляет с той последовательностью, которая есть в базе. Эксперты напоминают, цифровые и биометрические возможности камер не безграничные. Случаются также сбои. И речь не только о Москве. Так распознавание лиц нередко выдавало известных людей за мошенников, например, в США. И понятно, что все ошибки будут устраняться. Параллельно прорабатываются другие вопросы. Кого именно будут искать по камерам? О каких проступках идет речь, чтобы к поиску человека подключили высокие технологии? Георгий Подгорный, Алена Воеводенко, Вести.